Воспитанники клуба карате до Эдельвейс с самого раннего возраста постигают не только основы ударной техники, но и секреты борьбы. Умению вывести соперника из равновесия, уложить его на лопатки, вытолкнуть за пределы площадки и техники безопасных падений учат в клубе уже с первого года обучения. В дальнейшем эти навыки пригодятся будущим мастерам карате в спортивной карьере. Я всегда считал, что единоборства, такие универсальные, как карате, должны быть обязательно с элементами борьбы. Обязательно. Ребята должны выполнять не только ударную технику, очень прилично, а уметь бороться, бороться не только в стойке, а и в партере. Но для начала, когда малыши начинают только-только свои первые шаги, мы обучаем их хорошо стоять на ногах, физически хорошо быть подготовлены к выполнению простейших выведений из равновесия. И за основу взяли именно борьбу с умом. В минувшую субботу, 28 марта, в клубе карате до Эдельвейс прошли внутренние соревнования по борьбе с умом. Участие в них приняло около 200 юных спортсменов. Тренировочный зал клуба едва обместил всех болельщиков. Для участников турнира «Состязание по борьбе с умом» наиболее интересна форма продолжения учебно-тренировочного процесса. Ведь на соревнованиях лучше всего можно проявить свой характер и приобрести бесценный опыт и навыки борьбы. Всегда в любом виде единоборств – это очень хорошая голова. Это умение тактически грамотно строить, тактически грамотно передвигаться в поединке. И вторая составляющая – это хорошая физическая подготовка, конечно. Одно без другого не работает, как правило. Если физически сильные ребята, но, скажем так, не совсем понимают принципы борьбы, они проигрывают. В различных возрастных и весовых категориях было разыграно 10 комплектов наград. Лучшие спортсмены были награждены медалями, дипломами и призами. Кроме этого, памятные подарки были подготовлены и вручены всем участникам соревнований. Турнир был организован и проведен тренерами клуба под руководством главного судей соревнований и директора клуба карате Дуэдельвиз Александр Шарко.